привет друзья с вами виктория сегодня готовлю ореховый торт преимущество этого торта в том что готовится он очень быстро из доступных продуктов подойдет такой тортик и на любой праздник на новый год или день рождения или просто к чаю и понравится всем членам семьи потому что все любят сгущенку для приготовления бисквита я обжарила 150 грамм грецких орехов и будут перемалывать их в кружку на миксере вот такая крошка должна у вас получиться в емкость выбиваю 4 яйца яйца немного солю и добавляю 100 грамм сахара и взбиваю миксером течение 4-5 минут до пышности масса должна увеличиться в 2-3 раза и побелеть одну чайную ложку разрыхлителя добавляю 120 грамм муки перемешиваю и добавляю в яично-сахарную смесь немного перемешиваю миксером взбивать не нужно а просто перемешивать до однородности затем перемолотые в крошку грецкие орехи 150 грамм добавляю в заранее замешанную массу и еще раз перемешиваю миксером вот такое по консистенции должно у вас получиться тесто на противень я установила кондитерское кольцо диаметром на 18 сантиметров переложила его пергаментной бумагой и буду выкладывать в него тесто духовку я уже поставила разогреваться на 180 градусов смотрите еще больше рецептов выпечки на моем канале и подписывайтесь на мой канал отправляем тесто в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут готовность проверяем деревянной шпажкой она должна выйти сухой бисквит готов оставляем его остыть и я вот так провожу немного силиконовой лопаткой по краям и извлекаю бисквит из формочки убираю фольгу запах стоит непередаваемый очень ароматный очень очень вкусно пахнет орешками посмотрите какой красивый бисквит получился пористый очень очень вкусно пахнет обожаю бисквиты с орехами очень рекомендую вам приготовить этот торт затем я срезаю шапочку чтобы тортик у нас получился ровненький и разрезаю бисквит на три равных коржа с помощью нитки намечаю надрезы ножом и затем продеваю нитку и вот таким образом разрезаю я все время так делаю это очень удобный и старый бабушкин способ очень рекомендую если у вас нет специального ножа приготовим крем для этого в емкость кладу 100 грамм сливочного масла и взбиваю его миксером до побеления и до кремового состояния сливочное масло добавляю 380 грамм сгущенки стандартную баночку сгущенки и 3-4 столовые ложки нутеллы у меня не было сгущенки вареный поэтому я воспользовалась нутеллой внутри ли очень много орешков и крем получается очень вкусный все взбиваем и отставляем и начинаем собирать тортик выкладываем первый корж обильно его смазываем кремом сверху накладываем второй корж и продолжаем также по порядку смазываем обильно кремом коржи можно предварительно пропитать пропиткой из сахара и воды полное количество ингредиентов для пропитки и для тортика я вам оставлю в описании под видео выкладываем последний третий корж и также промазываем его обильно кремом заготовка торта готова убираем ее в холодильник на несколько часов а лучше на ночь тортик у меня провел в холодильнике всю ночь я снимаю кондитерское кольцо это нужно делать проворачивая я торопилась поэтому сделала немного неаккуратно и затем еще раз промазываем тортик оставшимся кремом по бокам и сверху немножко его выравнивая сверху украшаем по вкусу можно украсить крошкой от грецких орехов я в этот раз решила украсить просто вот так грецкими орешками украшайте на свое усмотрение как вам больше нравится тортик получается очень вкусный крем тоже не совсем обычный для этого тортика обычно этот тортик делают с кремом из вареной сгущенки сливочного масла но поверьте этот крем получается тоже очень вкусный и даже оригинальнее чем привычный для нас крем со сгущенкой и сливочным маслом нутелла придает очень вкусный аромат крему посмотрите какой красивый тортик получился в разрезе и получается он очень вкусный надеюсь это видео будет для вас полезным и вы приготовите такой торт напишите мне в ваших комментариях как вы готовите ореховые торты если видео рецепт вам понравились ставьте лайки подписывайтесь на мой канал пишите мне ваши отзывы пожелания комментарии или хотя бы спасибо или смайлик мне будет очень приятно я всем желаю прекрасного настроения приятного аппетита и до новых встреч